Почищу и попрошу вас прижать вопросики при себе. Так, друзья, мы начали запись. Всем привет еще раз. Сегодня 16 декабря 2017 года, в преддверии Нового года. Мы вновь с вами встречаемся, поговорить на тему о том, что у нас появилось нового в нашем приложении версии 2.7, о том, что мы сейчас делаем новую версию 2.8, и ответить на ваши вопросы, вопросы тех ребят, которые пришли сегодня рано утром, в субботнее утро, посмотреть на губинат. Итак, я сейчас загружу слайды по версии 2.7. Поехали. Что же вышло в этой новой версии? Итак, дата начала спринта у нас была 28 ноября. 11 декабря у нас свет увидела версия 2.7. И основные задачи в этом спринте, они содержали в себе 8 пунктов. Пойдем по очереди. Первое – это фильтрация списками по определенным признакам на мобильном приложении. Второе – это завершение работы по алгоритму переопределения геолокации на мобильном приложении. И остальные 5 задач, 6 задач, они были все реализованы в рамках переработки, упрощения, улучшения UI UX, нашей Game Admin, для того, чтобы привести ее в желаемый вами вид и упростить работу с продуктом для вас, исходя из карты тепла, изученной нашими ребятами по использованию нашей с вами Game Admin. Куда входили переработка детальных страниц клиента и кассира, увеличение общей информации о кассирах, редизайн некоторых бейджиков и элементов на экране, изменение фильтрации по уровням клиента, дополнительный шаг при отмене операций, достаточно частый кейс, и добавились 3 категории верхнего уровня – это ремонт бытовой техники, текстиль и доставка воды. Также одним из самых немаловажных, наверное, моментов, которые были начаты к реализации в данном релизе – это работа над созданием возможности использования мобильным приложением без авторизации. То есть дать клиенту возможность… Так, пропал звук, да? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если звук есть, если все хорошо. Все, супер, звук есть, ребят. Попробуйте разобраться в своих браузерах. Окей, тогда поехали дальше, не будем тратить время. Соответственно, это решение позволяет клиентам использовать мобильные приложения и видеть акции, профиль компании, информацию о них без необходимости регистрации внутри мобильного приложения. Итак, пройдемся по каждой из фич. Первая фича – это фильтрация списка мест по определенным признакам. Цель этой задачи заключалась в том, чтобы предоставить возможность просмотреть список мест с интересующими конкретными признаками для каждого пользователя. Выглядит это на клиенте следующим образом. Появился маленький значок наверху в правой части экрана – фильтрация, по нажатию на который у вас вылетают различные параметры, по которым вы можете отфильтровать. Это компания с признаком халяля, какие компании находятся в каком конкретном городе, тип дисконта, кэшбэк или скидка, тип бизнеса, категория первого уровня, второго уровня, рейтинг компании. И таким образом вы можете сужать, скажем так, тот поисковый пузырь, по которому вам хотелось бы найти конкретно интересующего вас заведения, конкретно интересующего вас месте. Следующая фича, которая вышла, о которой мы с вами поговорим, это переработка детальной страницы клиентов в GameAdmin. Таким образом это выглядит сейчас. Все целевые действия мы постарались вынести на передний план, для того, чтобы вам было удобнее и быстрее до них, скажем так, достать, нажать и в меньшее количество кликов заиспользовать тот или иной функционал. Соответственно, это все делалось в рамках пошагового перехода к новому концепту GameAdmin, который будет, как я говорил буквально пару минут назад, лучше, быстрее, красивше и более юзабельнее, нежели сейчас. Все активные действия по взаимодействию с клиентом выведены на передний план, в шапку раздела. Это позволяет быстро и в любой момент использовать функции начислить баллы, присвоить снять веб-статус, либо продолжить диалог с клиентом. Это то, на что у нас предприниматели обращают внимание чаще всего, как показывает аналитика. И подробная информация о клиенте вводится в специальном окне, в рамках которого можно сразу добавить заметки о нем. Не нужно куда-то вам проваливаться, нажимать лишний раз, для того, чтобы все это дело сделать. Но и при изменении статуса клиента у вас появилось дополнительное окно с оповещением о смене этого состояния, чтобы вы поняли, что этот экшн произошел, что это действие завершилось. Также в рамках переделывания у нас в GameAdmin улучшение, переработка детальной страницы кассира в GameAdmin. Эта цель и задача заключалась в том, чтобы привязать кассира к конкретному филиалу. Редизайн всего раздела. Во-первых, начнем с этого. Подробная информация о кассире вводится в специальном окне, в котором можно редактировать его данные. Вы видите, в правой части экрана у вас выкатывающееся окно. Появилась возможность привязать кассира к конкретному филиалу. В подачном списке отображаются все филиалы, и один кассир может быть привязан только к одному филиалу. Но у одного филиала может быть неограничено количество кассиров. Это сделано для того, чтобы в будущем более детально иметь возможность прорабатывать статистику и аналитику по филиалам, либо по различным филиалам вашего заведения. Также при создании нового кассира реализована возможность привязки сотрудников к филиалу. То есть вы имеете возможность и редактировать при существующем кассире, и при создании можете добавить в филиалу, в значение, к которому филиал будет относиться. В общем, в списке сотрудников появилась возможность отсортировать кассиров по филиалам с помощью фильтра. У нас подавалось новый фильтр. Ну и, соответственно, для чего, в принципе, и добавляется это значение каждому кассиру. Следующее – это увеличение общей информации о кассирах. В общем списке сотрудников кассиров появляется дополнительная информация, а именно средний чек считается в сети по операции, которую провел кассир клиента, количество лично приглашенных клиентов, и оплата – это количество проведенных операций считается в сети по операции. Для более удобной, скажем так, вашей аналитики, чтобы вы могли выбрать конкретный филиал, посмотреть, кто из сотрудников работает лучше, кто работает хуже. Причем реализация сортировки значений в данной таблице, она реализована, скажем так, в горячем виде. То есть вы можете нажать просто на столбец, у вас отсортируется вся выборка, и вам не нужно для этого пересоставлять списки, либо делать круглую какую-то выборку хитрую для того, чтобы определить необходимое для вас значение позиции каждого кассира внутри этого списка. Следующее, на что стоит обратить внимание, это редизайн бейджей. В рах, опять-таки, пошаговый переход к новому концепту, поскольку количество этих бейджей с каждым разом увеличивается, 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 вы получаете все больше статистики, все больше аналитики. И чтобы все это резиново красиво влезало, мы поменяли немножко концептуально покрас этих элементов на экране. Соответственно, это позволит нам расширять, даст нам возможность расширять количество элементов в данной области, так как в течение времени у нас агрегирующих данных будет гораздо больше, чем сейчас, понятна причина. И это придет определенного рода удобства, чтобы вы понимали, что еще у нас поменялось, чтобы это было для вас привычно. Дальше мы предоставили возможность устанавливать необходимое количество уровней в фильтре вручную. То есть, если ранее у вас были заданные количества от нуля до одного, от одного до трех, и так далее, и тому подобное, сейчас вы можете эти значения устанавливать вручную, и так, как вам угодно. То есть, вы можете взять от нулевого уровня до третьего, с третьего до второго, и так далее, и тому подобное. То есть, это добавило достаточно много гибкости по обратной связи, которую мы получили от предпринимателей, которые обращались к нам в поддержку. Департный шаг к предмени операций. Не сказать, что самый частый кейс, но тем не менее, такое бывает, когда предприниматель хочет проверить функционал, нажимает, и операция отменяется. После этого мы, скажем так, по обращению к технической поддержке, заново накатываем эту операцию. И для того, чтобы не было случайных отмен операций, чтобы это все предотвращать, мы программировали систему возможностей, которая будет дополнительно запрашивать подтверждения, акцентировать ваше внимание о том, что эта операция будет отменена, и клиент может негодовать, когда он получит уведомление о том, что у него отсутствует то количество баллов, которое получил буквально недавно. Это что касается версии 2.7. Еще раз, у нас спринт завершился с 11 декабря, поэтому все те обновления, о которых мы сейчас проговорили, они уже на продакшене, вы можете ими воспользоваться. И это был небольшой такой интродюс, вводная часть, что у нас нового появилось. Теперь мы с вами поговорим на тему, что у нас нового делается на текущий момент времени. Это версия 2.8. Пойдем по порядку. Дата начала спринта у нас 12 декабря, буквально на следующий день. И закончился спринт 25 декабря, прямо в преддверии Нового года, Рождества, поэтому там будут небольшие сюрпризы, о которых мы сейчас проговорим. Буквально через 9 дней у нас этот спринт завершится, и что же вы в нем увидите, собственно. Первое, наверное, самое важное, на чем стоит акцентировать большое внимание, это режим просмотра приложений RedSgame без авторизации либо регистрации. Это изменения, касающиеся конечных клиентов. Основной целью была задача решить задачу, дать возможность пользователям мобильного приложения получить все профиты нашего сервиса, показать им профили компании, показать им интересующие их акции и офферы, но минуя процесс авторизации, даже регистрации. То есть клиент может скачать мобильное приложение, зайти и посмотреть, что творится внутри. То есть ему не нужно проходить какой-то долгий этап авторизации либо регистрации, это увеличит конверсию на входе и на посадочных страницах самого мобильного приложения. Основные моменты, на которые стоит акцентировать ваше внимание, пользователю будут доступны к просмотру. Раздел меню места, включая такие возможности, как детальная страница всех компаний, просмотр данных на карте, использование фильтров и поиск места. И раздел меню акции, включая в себя, секунду, включая в себя, просмотр детальной страницы акции, фильтрация по категориям первого уровня. Но при этом пользователю будет недоступно. Выбор предпочтений, по которым отображаются акции для него, переписка с администратором заведения, возможность добавления компании в избранное, формирование корзины с товаров на пресс-куранте, проведение операции, накопление баллов и становиться клиентом компании, рекомендовать это заведение друзьям, поскольку он не имеет учетной записи. Нам основная концепция нашего продукта заключается в том, что предприниматель в обмен на данные о пользователе и точку контакта с ним предоставляет ему какие-то профиты в виде скидки, кэшбэка. Соответственно, если пользователь не зарегистрирован в системе, но при этом все эти операции совершать может, то нет никакого интереса предпринимателя работать с ним. Соответственно, на первом этапе это решение выйдет в таком формате. В будущем мы планируем дать возможность принимать, совершать какие-то операции, аккумулировать баллы, возможно, в компании без регистрации, а уже тратить и использовать только с регистрации. Это пока в аналитике, это пока в теории вещей. Если вы попросите, скажете, что это необходимо, то мы это реализуем. У нас была такая идея, но мы пока посмотрим, как рынок среагирует на данное решение, чтобы понимать, куда двигаться дальше. Следующее – это ограничение на выбор даты рождения пользователя. То есть мы хотим преследовать цель предоставления реальных данных по статистике по клиентам в геймадмин. Клиенты мобильного приложения смогут выставить год рождения из определенного диапазона, что позволит увидеть реальную цифру среднего возраста клиента. То есть есть такие кейсы, когда клиенты устанавливают день рождения в 1900 год, допустим, или в 1800 год, просто от баллы, скажем, при регистрации, и статистика у предпринимателя, она немножко портится. Мы быстро на это реагируем, мы быстро корректируем, таких пользователей мы блокируем, либо просим их изменить дату рождения на настоящую. Соответственно, в новом релизе не будет такой возможности установить какую-то космическую дату, насколько это все будет ограничиваться уже системой. Следующее, это мобильная верстка окна создания новостей в GameAdmin. У вас, у предпринимателя, будет возможность комфортно создать и просматривать раздел новостей на мобильных девайсах. Не нужно будет отключаться к каким-нибудь персональным компьютерам для того, чтобы в полноценной мере разместить какую-то новость, чтобы с ней ознакомиться, отправить по ней пушевдомления. Достаточно приятное обновление, которое упростит, скажем так, как работу с продуктом без необходимости используемых дополнительных устройств. Также немаловажное обновление, очень интересное и нужное, это переработка данных о клиенте на вкладке «Вознаграждение». Мы предоставим вам более информативное окно о клиенте, где будут отображены более детально элементы, отвечающие за историю отображения изменения количества баллов клиента. Будут отображаться все типы операций, инициирующие изменения количества баллов, это кэшбэк, возврат, реферальное начисление баллов за рекомендацию, приветственные баллы, начисление баллов вручную, списание баллов вручную, поздравление. И также будут отображаться информация о реферале, который явился источником появления этих баллов. То есть, если сейчас вы этого не видите, то вы начнете это видеть для того, чтобы иметь возможность анализировать и понимать, откуда этот поток шел, чтобы вознаграждать, либо не вознаграждать того или иного реферала, который совершил работу и привел для вас большее количество людей. Также удобство добавится в формате персонального QR-кода. Мы начнем его отображать для приглашения в компанию у каждого кассира, у каждого клиента. То есть, на детальной странице клиента или кассира в GameAdmin UDS GameAdmin появится возможность просмотра его индивидуального кода на приглашение. Буквально вот небольшая кнопочка такая сверху справа, при нажателе на которую у вас будет открываться боковое меню, где будет отображен этот код, цифра буквы на обозначение, и возможность скачать его в объектовом формате. Это нужно для того, чтобы иметь возможность просматривать эти коды, и возможно, у вас будут какие-то кассиры, допустим, один кассир для рекламы в журнале, один кассир для рекламы на TableTent. Вы сможете отдельно, персонально скачать картинку на каждого из них и видеть конверсию, как у вас работает клиентская база с каждым из кассиров на каждом из участков рекламируемого вами товара, скажем так. Далее, что еще появится, это приятное обновление, у нас появится два языка, на которых еще заговорит дополнительно юридский мадмин, это греческий и еврит, и тем самым у нас система уже будет функционировать на сегодняшний день, вернее, на 25 декабря, на 20 языках с поддержкой полностью всего личного кабинета, клиента, кассира и всей инфраструктуры вокруг этого. Но и маленькая такая плюшка, которая, наверное, порадует всех и клиентов, и наших предпринимателей. Мелочь, а приятно, это новогодняя тема. Мы немножко хотели создать, дизайнеры наши UIX-инженера, хотели создать атмосферу праздника и немножко порадовать пользователей, системой, предпринимателей. И при первом запуске мобильного приложения всех пользователей будет радовать новогодний сплэш-скрин. И главное меню приложения, стартовое окно, оно будет немножко такое с элементами нового года Рождества. И сам геймадмин чуть-чуть преобразится, появится небольшой такой елочный принт в левом верхнем участке экрана. Это из приятного и маленького, но и в заключении этого спринта появится достаточно серьезное решение, к которому мы шли большое количество времени. Это интеграция с облачным сервисом Постров, это, кажется, учетная система для автоматизации кафе и ресторана и маленького магазина на планшете. Она позволяет создать виртуальную карту зала, принимать и контролировать заказы, столы, за которыми есть открытые заказыватели на карте, ведется касса, печатаются чеки, и интеграция наша с данной кассой учетной системы позволит пользователям закрыть счет и при использовании баллов, накопленных в системе UDS Game. Это достаточно серьезное решение, которое способное состояние, скажем так, подвинуть крупное решение для холики на сегодняшний день, покупка, которая достаточно больших денег стоит, и внедрение, и начало запуска работы, старт с такими системами очень сложные, поэтому на рынок приходят такие молодые и мощные компании, как Poster, которые готовы предоставить полную инфраструктуру взамен крупным и неповоротливым системам всего лишь на одном планшете. мы стараемся максимально быстро и максимально много компаний себе в портфолио заполнить такими, скажем так, удобными решениями для того, чтобы дать возможность иметь конкурентное преимущество для малого и среднего бизнеса по отношению к крупному. Поэтому для нас очень достаточно большое будет решение и я думаю порадует большое количество наших клиентов, поскольку достаточно изящно, быстро, круто и просто. На этом у нас вебинар по части 2.8 заканчивается. Я бы хотел с вами поделиться общими новостями, которые вас ждут в ближайшее время о том, что у нас на самом деле сейчас появилось, куда мы идем, куда мы движемся. Буквально тоже под запись 2-3 минуты. В понедельник получается 18 декабря 2017 года в 11 часов дня я вас всех приглашаю на вебинар одного из наших первых и крупных партнеров с которыми мы решили сотрудничать в рамках нашей работы помощи малому и среднему бизнесу. Мы компонуем пакет решений, которые доступны будут для наших партнеров, которые смогут в свою очередь как компетентные маркетологи общаться с предпринимателями малого и среднего бизнеса, выявлять их воли и предлагать решения по любому из фронтов, на которых у него есть какие-то проблемы. Одним из первых наших крупных партнеров, который в этом деле готов нам помочь, дать хорошую мотивацию нашим партнерам, дать возможность заработать на этом и промоутить это решение является компания SmartFin, которая предоставляет решение в виде терминала для оплаты тукан и айбокс как раз таки представитель SmartFin выступит с вебинаром в понедельник 18 декабря, повторюсь, в 11 часов дня мы об этом объявим во всех наших каналах, где они расскажут о своем продукте. Их продукт простой и доступный способ начать принимать банковские карты в виде мини, даже я бы сказал мини, пост терминал, я видел его, сам держал в руках, это такой маленький школьный калькулятор, грубо говоря, который подключается по Bluetooth к Android устройству и превращается в терминал для приема банковских карт. Это очень удобно, это гениально шикарное решение для малого и среднего бизнеса. Мы просто, скажем так, нашли общий язык с ребятами и у нас одна общая цель, одна целевая аудитория, поэтому мы решили, что для наших предпринимателей это также было бы интересно оптимизировать свои расходы по приему денежных средств и использовать мобильные решения для того, чтобы иметь возможность быть постоянно в этом, скажем так, быстро движущемся мир, постоянно быть в тренде, постоянно быть на ходу, не использовать какие-то громадские большие решения о том, какие вознаграждения, о том, какая партнерская мотивация, о том, как это решение работает, как оно выглядит, как его использовать и какие условия приобретения, заключения договоров. Об этом мы поговорим с вами в понедельник. Обязательно мы встретимся вместе с представителем. Я буду моделировать данный вебинар, отвечать на ваши вопросы, вы сможете их задавать. Поэтому попрошу привести на вебинар, посмотреть ваших ребят, друзей, команду, предпринимателей. Это будет интересно всем, поскольку здесь двусторонняя выгода и это будет полезно узнать об этом всем. Из остальных новостей, буквально недавно, неделю назад, мы пробили результат установок на активное количество устройств на Android в более чем 1 миллион. На сегодняшний день это 1 миллион 19 тысяч установок на активное устройство. На iOS на сегодняшний день 646 тысяч установок на активное устройство. Соответственно, если говорить о части предпринимателей, то, наверное, является также показателем количество установок по терминальным решениям этой геймкассир. На Android это 41 тысяча, на iOS это 40 тысяч. То есть, суммарно с нашим продуктом работают 80 тысяч кассиров ежедневно. Также мы достигли достаточно большого успеха с внедрением бесплатного тарифа. Под успехом мы подразумеваем более 150 компаний с момента последнего релиза. Это достаточно хороший результат, достаточно хорошая скорость, с которой мы двигаемся. Это показатель правильного решения на рынке на сегодняшний день. Также мы работаем упорно с партнеркой в формате предоставления инструментов других наших контрагентов. Это на сегодняшний день живый сайт iClients и находимся в беспрерывном стадии общения с крупными представителями складского учета, кассового решения и CRM-систем для работы с воронками продаж. Поэтому в ближайшее время у вас появится возможность предоставлять инструменты на условиях, которых нет ни у одного из контрагентов данной компании на рынке, на максимально выгодных условиях, которых нет. То есть, ни у одного из контрагентов данной компании на рынке через наш ресурс. Это будут решения по автоматизации бизнеса, это будут решения по воронкам продаж, это будут решения по авторизации на Wi-Fi точках, это будут решения по онлайн-чатам. Множество-множество решений, которые аккоррелируют с нашей целевой аудиторией, которые помогают и будут помогать становиться лучше для малого и среднего бизнеса, поскольку это наша основная миссия и, по-другому, всего этого, конечно же, будет работать с системой лояностью DSGAME для того, чтобы иметь возможность работать с обтоком, удерживать этих клиентов и работать со своим центральным файлом. На этом из новостей у меня на сегодня все, поэтому спасибо большое всем, кто пришел. Запись мы останавливаем, она обязательно будет выложена. Все остальную часть, вопрос-ответ, как вы знаете, у нас это прерогатива тех, кто пришел на вебинар, поэтому всех был рад видеть. Всем пока. Так, друзья, да, я запись останавливаю. У нас вроде